исследователи из университета штата северная каролина разработали компьютерную модель с помощью которой были выявлены характеристики изображений наиболее сильно влияющие на количество реакций пользователей в соцсети instagram преимущественно выражающихся в лайках модели также были учтены такие факторы как количество подписчиков и время публикации программа проанализировала 147 963 изображения и кстати то что изображено на картинке не всегда играет первостепенную роль тема изображения идея которая за ним стоит не является определяющим фактором вовлеченности пользователей в некоторых случаях мы обнаруживали что определенное распределение цветов может повлиять на вас намного больше а правильное размещение объектов обращает внимание к самой теме если публикации удалось вызвать реакцию пользователей это значит что пользователь эмоционально отреагировал на нее а значит информация с большей вероятностью задержатся в его памяти что особенно важно для блогеров сми или брендов ведущих свои страницы в сети instagram в идеале вам хотелось бы чтобы покупатель взаимодействовал с вашим контентом интересовался брендом с целью узнать что-то о продукте впоследствии это может привести к тому что он вступит во обсуждение вашего бренда с другими пользователями будет его поддерживать и информировать потенциальных клиентов о нем ученые проводили анализ двух основных направлениях степень сложности дизайна и степень сложности элементов пример степени сложности элементов наложения фильтра оказалось что только за счет правильного выбора фильтра можно увеличить вовлеченность аудитории на три процента в этой категории пользователи предпочитают золотую середину некоторое разнообразие в свете и цвете но не слишком много и не слишком мало когда речь заходит о степени сложности дизайна то пользователи наоборот предпочитают два полярных типажа либо минималистичное изображение либо напротив богатая на детали степень сложности элементов кроется в деталях размером с пиксель она может выражаться в чем угодно в цвете распределение света яркости а также в том сколько деталей в самом изображении это те факторы которые вы не можете отрегулировать заранее но запросто можете это сделать после что касается степени сложности дизайна здесь важны тонкости разнообразие и вариации оформления где расположены объекты сколько их они симметричны или наоборот разбросаны хаотично ученые описали шесть регулируемых пользователями параметров по двум вышеупомянутым направлениям распределение цвета на изображении распределение освещения на изображении количество геометрических плоскостей в изображении количество объектов на нем симметричность распределения объектов и И, наконец, расположены ли объекты в одной плоскости, а также степени их пересечения. Если все факторы будут учтены, то вовлеченность аудитории, количество ее реакций возрастет на 19%. Для примера мы уточнили, как бы выглядело идеальное изображение котенка. Изображение не должно быть пестрым, но в нем также не должно быть недостатка цвета. Это может быть черная кошка на белом фоне с красным шерстяным клубком и парой других элементов, которые добавят оттенков в изображение. Но не слишком много. Когда же речь заходит о степени сложности дизайна, то либо очень лаконичный дизайн, либо, напротив, сложный, приведет к положительному эффекту. Поэтому на фото должен находиться котенок с шерстяным клубком на неперегруженном фоне. Либо вам нужно 50 разных кошек, которые гонятся за множеством шерстяных клубков, и все они должны быть примерно одного цвета. Однако двигаться в разных направлениях. На изображении должно происходить сразу много различных действий. Есть множество факторов, которые статистически важны, но ученые выбрали именно те, которые заметны человеческому классу и которыми пользователь может управлять. Своё исследование они назвали «просто не всегда хорошо». Тем самым утверждая, что в этом деле важен баланс. Баланс